Мы начинаем с нажатия кнопочки. Итак, ребята, о да, мы снова в эфире. И в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о том, что Тезер напечатал еще 2 миллиарда долларов. И это очень важно. Экстремально важно, потому что в течение всего бычьего рынка вы будете наблюдать, как Тезер печатает. Что является самым важным сигналом для бычьего рынка. И задача не быть чрезмерно умным. И не пытаться наебать рынок. Думаю, что «О, сейчас он пойдет вниз, он перегрелся». Нет-нет-нет, ребят, не пытайтесь быть слишком умными. На самом деле, не пытайтесь слишком сильно использовать ваш мозг. Ведь будучи чрезмерно умным, или, как мы говорим, замороченным медведем, обычно вы пропускаете значительные прибыли во время бычьего рынка. Это очень важно. Самый умный медведь глупее, чем самый глупый бык во время бычьего рынка. И когда вы видите, что происходят вот такие вещи, давайте я вам покажу. Когда Тезер печатает не просто один раз, а печатает два раза. Да каждый раз по целому миллиарду долларов, как было на днях. Это становится очень большим сигналом. Первый раз он напечатал, по крайней мере, в моем часовом поясе, четвертого числа. А второй раз было пятого. Так что примерно за несколько часов между этими печатями было где-то шесть часов. Вы конкретно видите, что рынок начинает прогреваться. Так что все проливы, которые мы увидим в биткоине и везде в остальных крипто, будут раскуплены. Рано или поздно будут раскуплены. И пока это происходит, пока Тезер печатает деньги, вам попросту нужно принять судьбу крипто в том, что она будет только расти и покупать эти проливы. Вот и все, вот и все. Если у нас пролив, надо покупать. И если Тезер печатает, других альтернатив нет. И да, я знаю, что большинство людей к этому не прислушаются. То, что я говорю месяц, месяц и месяц за месяцем. Но смотрите, если вы переживали эти циклы, то вы в курсе. Для вас это не головоломка. Но если вы в циклах новичок, то возможно, вам кажется, что все не так однозначно. Как это влияет на рынок то, что Тезер печатает? А вот смотрите, да, это влияет. Это сигнал номер один, за которым нужно следить. Он является ключевым. И если вы за этим следить не будете, то вы окажетесь в лузерах. Теперь, когда Тезер перестанет печатать, вот тогда нужно задуматься. Когда капитализация Тезера начнет сокращаться, это тоже будет важным. Но возьмите листочек бумаги и запишите на нем, что... Самые глупые быки умнее самых умных медведей во время бычьего рынка. Потому что, знаете, причина, по которой люди попадают на этот медвежий нарратив, в том, что он звучит очень по-умному. Вы такие, о, чувак, я слушаю этих медведей, и они такие продуманные. Они указывают на все риски, у них продуманы все возможные сценарии. Они все поняли и все учили. И на полных щах он мне рассказывает, почему мне нужно быть осторожным, и почему я должен быть супер-аккуратным. А затем что происходит? Они все проебывают. Ладно, ты весь такой медведь, ты заморочился, и ты весь пиздец какой умный. Но где твой доход? А он ноль. Ноль целых, ноль десятых процента. И в большинстве случаев, на самом деле, это даже минус, потому что ты стараешься шортить, и тебе абсолютный конец. И я повторюсь, ты не можешь использовать мозги, потому что этот рынок нерационален. Вот в чем дело! Ведь на самом деле, эти медведи реально умны. И как люди, как индивидуумы, они реально умны. Ведь на самом деле, их анализ-то правильный, он совершенно верный. Но рынок нелогичен. Когда мы с вами наблюдаем бычий рынок, он неразумно настроен по быче, вот почему мы настроены по быче. И вот почему я хочу довести до вас это. Потому что если вы это не понимаете, а я не могу вас убедить в этом, вы окажетесь вне игры. И я вам говорю со своего опыта, я уже переживал несколько циклов. Каждый раз, когда биткоин уходит в памп, вы думаете, «О, боже мой, рынок так перегрет». Нет, совершенно не так. И сегодня мы с вами хорошенечко все это обсудим, включая даже альткоины. И еще один вопрос, который приходит в голову многим, откуда идут деньги? Это настоящие доллары, которые поступают в систему. Так что наверняка витает и еще один вопрос. Обеспечен ли полностью тизер? Но, ребята, скажу вам одно. На протяжении 2024-го вам особо заморачиваться не стоит. Потому что даже если что-то произойдет плохое, например, тезер коллапснет, потому что они просто необеспечены и печатают бабки свои из воздуха. Допустим, пусть будет так. Такие вещи обычно наступают в конце бычьего цикла. Ну, или в начале медвежьего. Как, например, Луна или FTX, их крах произошел не в середине бычьего рынка. Потому что в середине бычьего рынка, даже если у вас есть какие-то заморочки, ну, допустим, ваша деятельность не полностью соответствует законам. Все дело в том, что пока все растет, вы можете затыкать образующиеся дыры, всякие там расхождения дебет-кредита. И только когда начинается медвежий рынок, вот тогда у вас начинаются реальные проблемы. Вот как вскрылась финансовая пирамиды Бернарда Мейдоффа. Во время финансового кризиса, когда он уже не мог продолжать свою деятельность. Так что, послушайте, уверены ли мы в том, что Тезер полностью обеспечен? Нет, не уверены. И это один из рисков индустрии. Если вдруг с Тезером что-то пойдет не так, это один из рисков. Но, если вы смотрели на крипто с точки зрения быков из-за риска Тезера, то вы в большом минусе. Так что, да, мы знаем, что с одной стороны это риск, но в ближайший год это не действительно большой риск, который влияет на мою стратегию. Я на эту ситуацию смотрю так, что если вдруг что-то и произойдет, то это произойдет в конце бычьего рынка. И в начале медвежьего рынка, то есть когда начнется медвежий рынок, все начинает крутиться очень стрёмно. Обычно в медвежьих рынках все буквально идет по пизде. Все проблемы вылезают наружу и наступает полная жопа. И вот почему вам нужно следовать тренду и предполагать точку выхода. Но, друзья мои, вы должны всегда помнить, что нас всегда окружают риски. Они повсеместно. Например, ETF могут быть неодобрены. Или еще что-то произойдет. Да все что угодно. Может произойти все что угодно. Но одет ли на нас полностью риско-непробиваемый жилет? Нет, такого у нас нету. Поэтому, должны ли мы настроены быть по медвежьи из-за этого? Нет. Но нам обязательно нужно соблюдать риск-менеджмент. Другими словами, 80% что мы пойдем вверх, но есть и 20% что вниз. Но если мы пойдем вниз, знаете, что это временно. Почему? Да потому что. Нате. Номер один, экспонат номер один. Я вам только что показал. И номер два, экспонат номер два. Экспонат А, экспонат Б. Все. Все откаты, если и будут, то временные. Но, ребятки, движемся дальше, переключаем наши передачи и переходим к альткоинам. Переключаемся на тех обсуждения, к нашим технологическим чудесам, которые буквально на наших глазах сейчас происходят в рынке, в нашем всем криптопространстве. Вы знаете, я так тащусь от всего происходящего, потому что это технология, встречающая финансы и политику. Встречающая общество. Это все в одном. Свободные выступления. Ах, надо кофеку наебнуть. Давайте-ка я вам расскажу о том, что сказал вот этот чел по имени Анатолий. Заправляющий Соланой. В буквальном смысле он говорит, что Солане не нужны решения второго уровня. Потребуется ли для Солана когда-либо решение второго уровня? И в настоящий момент ничего не останавливает разработчиков от создания решения второго уровня на Солане. Однако целью Солана является синхронизация с глобальным атомарным состоянием. То есть так быстро, как позволяют законы физики. То есть, по сути, он говорит, что, ребят, если вы хотите создавать решение второго уровня, окей, но это не часть нашего видения. Вы можете без проблем это делать. Но это и является стратегическим видением Соланы. И в конечном итоге все решения второго уровня, Сайдчейны и валидаторы нулевого знания преследуют аналогичные цели. Это внешняя среда выполнения, которая не может обеспечить наличие атомарного состава совместно с остальной частью первого уровня. Такие технологии, как сайдчейн и доступность информации, валидирующие масты и валидаторы нулевого знания, инновационны и нами одобряются. Но они не расширяют возможность Солана. То есть, по сути, он говорит, что, если вы хотите, вы можете это делать. Мы этому рады. Мы этому не сопротивляемся. Вы можете это делать, и мы вас поддержим. По крайней мере, на словах. Ха-ха-ха. По крайней мере, мы будем поддерживать, потому что ведь вы что-то делаете интересное. Но это совершенно не является частью нашего видения. Потому что наше видение — это машина глобального атомарного состояния. И все вот эти фишечки и рюшечки, которые вы делаете, отлично подходят вам, но не для нас. Таким образом, весь вопрос заключается в том, что Солана настроена на продление расширения масштабирования уровня 1, продолжая расширение возможности основной машины на первом уровне, с надеждой в то, что аппаратное обеспечение в будущем продолжит обновляться. Кстати, ребят, все эти разговоры и детали по технической части не имеют никакой связи с ценой. Вот почему появляется иногда вопрос о том, что «Эй, Айван, как ты вообще можешь смотреть побычи на сцену Соланы?» При этом одновременно поддерживать еще и идею эфира. Так, ребят, номер один у меня больше, чем просто одна клеточка в мозгу. Я могу одновременно и понимать, и мыслить. Но главное и номер два. Как только формируется сильный нарратив, цена начинает лететь вверх. А нарратив о Солане сейчас очень силен. Поэтому обсуждения по технической части, по сравнению с результатами действия цены, вообще никак не связаны. Не, вообще супер-пупер не связаны. Так что, да, я настроен побычи на цену Солана, но при этом, и лично, я предпочитаю оставаться программистом на EVM. То есть одновременно можно иметь две мозговые клеточки. В общем, подводя итоги этого длинного разговора, большое вам спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам зашло. И если зашло, обязательно нажмите на лайк, подпишитесь на канал и оставьте свой бесценный комментарий. Это ведь невероятно нас вдохновляет творить еще больше интересного контента для вас. И самое главное, мы понимаем, что вам реально это нравится. Так что, всем при всем обнимашке, мы вас крепко любим, чао-какао. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!